Сергей Вишневский. Большой круг. Книга вторая. Такая жизнь. Глава первая. В тишине послышался скрип дальних дверей и приближавшийся грохот набоек на сапогах стражи. Маг приподнялся с деревянных нар, заменявших кровать, и пристально поглядел на дверь. В камеру через отдушину попадал небольшой лучик света, разрезавший тьму. Именно он стал для парня ориентиром дня и ночи, на последние две недели. Никаких других источников света в тёмной камере не было. На протяжении двух недель ему раз в день приносили кусок чёрстого, порой со следами плесени, хлеба и большую кружку воды. Никаких допросов, никаких обвинений, ничего. С ним за это время даже никто не заговорил. Это вызывало воспоминания из прошлого мира, везде всё одинаково, его просто хотели сломать. Шаги остановились у дверей, недолго брякали ключи, и через пару секунд возни щёлкнул засов. Как только открылась дверь, в камеру ворвался ослепляющий яркий и холодный белый свет. Парень зажмурился и прикрыл рукой глаза. Свет вызывал нестерпимую речь в глазах, от которой выступали слёзы. «Выходи», — послышался строгий голос. «Я ничего не вижу», — хмурясь произнёс маг. Но вместо ослабления света до него донёсся другой приказ. «Ползи на голос!» Парень поднялся и, держась одной рукой за стену, осторожно начал идти в сторону голосов. Когда до двери осталось всего пару метров, кто-то шагнул к нему и влепил мощный удар в печень. Не ожидавший такого, тёмный ученик согнулся пополам, хватая ртом воздух. Спустя пару секунд и неизвестные начали бить его чем-то по ногам. А когда он оказался на полу, то просто запинывать. Удары летели один за другим. Благо он сразу свернулся калачиком и постарался прикрыть голову руками. Сбиение продолжалось несколько минут. В итоге парня ухватили за ноги и куда-то поволокли. Сначала по коридору, а потом и по ступенькам, особо не беспокоясь о сохранности узника. Тёмный ученик, одетый в рубаху, штаны и металлический артефакт ошейник, блокирующий магию, всеми силами старался сохранить голову. Недолгое путешествие закончилось на ковре кабинета. Мак открыл глаза и увидел огромный массивный стол из белоснежного дерева с эмблемой розы из чистого золота. Над маком нависал седой мужчина. Лицо было испещрено глубокими морщинами, голова сплошь седая, но сам он на старика был не похож. Белоснежная мантия, рассыпь колец с драгоценными камнями на пальцах, эмблема мага света на груди и на плече нашивка целителя. «На что вы рассчитывали, когда наполняли зал полный служителями ордена белоснежной розы тьмой?» Скинув одну бровь, спросил мужчина. «На понимание!» — пробубнил разбитыми губами парень. Правый глаз мгновенно затек, а разбитыми губами полноценно разговаривать не получалось. «Понимание о служителе света, выплескивая тьму в таком количестве, что она заполнила весь зал!» «Это было не...» Темный ученик утер кровавую каплю с носа. Но за него уже продолжал собеседник. «Мало что меняет!» — пожал плечами мужчина. «Меня зовут Сид. Можешь называть меня старший дознаватель Сид. У нас вполне достаточно доказательств в деле о нападении на служителей ордена. Ты влип, парень!» Маг попытался улыбнуться, но опухшее лицо этого не позволило. «Теперь вся твоя судьба будет зависеть от того, насколько сильно ты хочешь жить!» — дознаватель изобразил учтивую улыбку. «Кто тебя послал, парень? Поверь мне, это первый и последний раз, когда я с тобой нянькаюсь и даю тебе шанс увидеть небо!» «Я пришел учиться!» — произнес он, глядя в глаза мужчине. «Я искал способы сражаться с проклятыми. А вместо этого черт знает, сколько дней я...» «Учиться, да?» — улыбнулся дознаватель и громко крикнул. «Визл! Ритмол! Парень ничего не понял!» В комнату вошла парочка мужчин в белоснежных рубахах. На рукавах и белых сапогах виднелась кровь. Мысль о том, что его били именно эти двое, поселилась в голове парня мгновенно. Мужики подхватили его подмышки и куда-то поволокли, а следователь помахал ручкой и добродушно улыбнулся. Как только за ними закрылась дверь, послышались удары и сдавленный стон. «Вы очень рискуете, дознаватель Сид!» — вышел из-под тайной двери молодой парень в такой же белоснежной рясе, но без знаков отличия. Вместо них на его груди была изображена роза. «Наши пороги обивают торгаши, причем из высшей гильдии!» «Господин судья!» — слегка поклонился дознаватель. «Вы недавно на этом посту и многого не знаете, но все же, чем обязан?» «Им нужен он, живой и здоровый!» — со вздохом ответил вошедший и взглянул на дверь, за которой, судя по звукам, продолжалось избиение. «А еще к нам сегодня пожаловал клан падающего листа. Им тоже нужен он. Представьте, тоже живой и здоровый!» «Орден белоснежной розы никогда не прогибался!» — попытался произнести Сид, но судья осадил его жестом. «Вы не все знаете, поэтому заявляете подобные вещи!» — хмыкнул судья. «Есть вещи, которые необходимо допускать во благо империи. Ты сам прекрасно знаешь. У Антолии тяжелые времена. Магия в упадке. Во всей империи ни одного темного мага. И этот молодой человек возомнил себя неприкосновенным агнцем», — вставил дознаватель. И начал тараторить, повышая голос после каждого слова все сильнее и сильнее. «Он явился в заведение праведного пути и выплеснул силу. Во время завтрака. В главном зале, где собрались постояльцы из членов ордена. Что это, по-вашему?» «Незнание тут неуместно! Он знал, куда и зачем шел! Он пришел устроить браваду! Сид, вы...» — попытался прервать его жестом судья. Но вместо смирения получил новую порцию гневной отповеди. «Они все одинаковы! Все до единого! Заносчивые ублюдки, возомнившие себя богоподобными особами!» — продолжал распаляться следователь, перейдя на виск и начав брызгать слюной. «Вам было мало дага темной воды! Если мы сейчас его не поставим на место, если он не примет смирение, то у нас будет второй!» «Ты, видимо, забыл, кто ты и кто я!» — прошепел сквозь зубы судья. «Ты что себе возомнил? Где твое место? Кто дал тебе право решать за весь орден и судьбу империи? Кто дал тебе право повышать свой голос в моем присутствии?» «По праву!» — сглотнув начал балысит, но, заметив пожар гнева в глазах собеседника, умолк, не договорив. «Завтра на рассвете он должен стоять у меня в кабинете. В нормальном состоянии!» — произнес парень, не отводя взгляда. «Ты меня понял?» «Вы...» — дознаватель сглотнул, выпрямил спину и дрогнувшим взглядом произнес. «Вы не являетесь моим сеньором! Я вне вашего подчинения! Я подчиняюсь! Завтра он должен быть доставлен в посольскую резиденцию на восточной границе. Туда будет открыт портал», — цедя сквозь зубы, произнес парень. «И это приказ за подписью императора». Дознаватель окончательно сник и направился к двери, за которой раздавались звуки избиения. Открыв дверь, он застал темного ученика, лежащим без движения в луже крови. Рядом уставилась на истекающего кровью ученика недавняя парочка парней. «К целителям его, а потом в камеру!» — коротко скомандовал он, а затем обернулся к сложившему на груди руки судье, произнеся с максимальным ехидством. «Мы сделаем все, что возможно!» Дознаватель вышел из кабинета, а молодой судья потер руками лицо и произнес. «Что за старый кретин? Если бы не его родня, давно бы лично отправил на тот свет». После этого молодой судья подошел к столу, на котором лежала пухлая папка с надписью «Темный маг. Маг». Маг, прихрамывая, плелся по коридору, понукаемый тычками деревянных палок. Лицо было еще одутловатым от побоев, но видимых синяков, ссадин или ран на нем не было. Следом шли двое охранников, а впереди вышагивал дознаватель Сид. Он шел быстро, нервно перебирая в руках четки. Несколько поворотов, и дознаватель уперся в кабинет с дверью из красного дерева. Сжав четки в кулаке и набрав в грудь побольше воздуха, он постучал. Дверь тут же открылась, и его встретил молодой парень с русыми волосами и незапоминающимся лицом. «Заходите!» — кивнул он и пропустил внутрь только дознавателя и темного ученика. Охранников он оставил за дверьми. «Проходите и садитесь!» Дознаватель устроился в удобном кресле и сплел руки на груди в замок. Маг остался стоять. Когда молодой судья активировал артефакты, то обратился к своему коллеге. «Сид, вы в своем уме? Снимите с него ошейник!» «Чтобы он нас прямо тут положил!» — вскинул бровь следователь. «Чтобы мои артефакты работали нормально!» — гневно добавил парень. «И никого он не убьет!» «И никого он не убьет!» — «И никого он не убьет!» Gaming он не убьет!»